Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Ипотечные ставки на этой неделе вырастут, считают эксперты. Это связано с повышением Центробанком ключевой ставки. Первым заместителем главы Самары назначен Алексей Веселов. Он будет курировать направление городского хозяйства и экологии, транспорта, управления имуществом. Престижная и востребованная профессия. Специалисты- электромонтеры из 12 филиалов компании «Энергосбыт плюс» борются за звание лучшего. Самарская область в топе лучших регионов по охране лесов. Рейтинг российских субъектов опубликовал Рослесинфорк. Губерния вошла в число лучших сразу по двум показателям. По уходу за молодыми деревьями Самарская область на втором месте после Краснодарского края. И вместе с Ленинградской областью, Краснодарским и Забайкальским краями, а также Мордовией, Самарский регион в топ-5 по защите от вредителей, своевременному проведению санитарных рубок, удалению больных и погибших насаждений. Самарская область активно работает над реализацией нацпроекта «Экология». Одно из приоритетных направлений лесовосстановления. Только за прошлый год на территории, где должны располагаться защитные леса, силами Минсельхоза посажено более 6 миллионов деревьев. По два дерева на каждого жителя региона. Сохраняя чистоту воздуха, лесов, озер и рек, мы сможем добиться значимых результатов и во многих других сферах жизни, уверен губернатор Дмитрий Азаров. Первым заместителем главы Самары назначен Алексей Веселов. Глава Самары Елена Лапушкина представила его на оперативном совещании и вручила служебное удостоверение. Алексей Александрович имеет большой опыт муниципальной службы. Ранее он работал заместителем главы Советского района Самары, главой Сергиевского района Самарской области. В последнее время был министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Веселов будет курировать направление городского хозяйства и экологии, транспорта и управления имуществом. На этой неделе эксперты ожидают очередного повышения ипотечных ставок в России. В среднем они могут вырасти с текущих 15% до 17%. Минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2% пункта. После обычно следует рост ипотечных ставок. Связывают это с финансовой моделью кредитования. По мнению экономистов, на фоне повышения ставки Центробанком общий объем ипотечного кредитования в России вернется на уровень 100 тысяч кредитов в месяц. В августе показатель составлял 216 тысяч, в июле – 170. При этом спрос будет смещен в сторону кредитования на первичном рынке по льготным государственным программам, включая индивидуальное жилищное строительство. Сейчас и льготные программы составляют около 30% от количества всех выданных ипотечных кредитов. На вторичке сделки останутся с альтернативой, когда что-то покупается и что-то продается, а кредит остается с небольшой суммой, полагают эксперты. Дополнительная защита граждан от недобросовестных продавцов и расширение внесудебной процедуры банкротства. В России вступили в силу новые законодательные изменения. Их обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. С ноября появилась ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг. Такая деятельность была запрещена и раньше, но теперь запрет подкрепили штрафами. Это очень актуальная тема, когда мы с вами сталкивались с историей, когда ты приходишь в банк, предположим, получить кредит. А тебе говорят, слушайте, ты кредит получишь, но тебе для этого нужно дополнительно оформить страховку, тебе нужно оформить карточку, ты можешь положить какие-то денежные средства на счет. Либо в автосалоне ты покупаешь машину, тебе тоже нужно, пожалуйста, страховочку, только тогда мы тебе продадим машину по этой цене. Либо какой-нибудь договор на оказание юридических услуг. Вот без этого не будет. И понятно, что проблематика была давно и, собственно, в законе защиты прав потребителей норма о том, что запрещено потребителю навязывать дополнительные услуги, она была давно. Но, как мы с вами знаем, что может быть норма, но без соответствующей ответственности, меры ответственности, эта норма может не работать. Отныне, если вот подобное будет установлено, то штраф для юридических лиц составит до 40 тысяч рублей. Причем законодатель не использует терминологию «навязывать», он использует термин «обуславливать». То есть, если приобретение одного товара обуславливается необходимостью приобретения другого, то теперь юридическое лицо несет самостоятельную ответственность. В то же время появилась ответственность и за необоснованный отказ в рассмотрении претензий потребителя о нарушениях. Здесь максимальный штраф уже до 300 тысяч. В связи с этим юристы ожидают волну потребительского экстремизма. В юридической среде под потребительским экстремизмом понимаются действия групп потребителей, направленные не для того, чтобы урегулировать или восстановить нарушенные права. Направленные, исключительно на собственное обогащение, благодаря неким лазейкам в законе. У нас действительно законодательство очень пропотребительское. То есть, у нас закон о защите прав потребительских, если честно, драконовский. Он очень сильно перекошен именно в сторону потребителей. Многие недобросовестные юристы и так далее пользуются этим законом именно для того, чтобы терроризировать, скажем, продавцов. С 3 ноября расширяется внесудебная процедура банкротства. Если раньше обращаться с заявлением о признании банкротом и списании долгов во в несудебном порядке, могли граждане за должностью от 50 до 500 тысяч рублей, то теперь границы этой суммы увеличили. Сейчас эта сумма от 25 тысяч рублей не менее и не более миллиона. То есть, мы видим, что действительно потребность вот в такой процедуре, она у большего количества людей, которые изначально не укладывали сумму в вилку 50-500. Второй момент. Теперь в эту процедуру попадают лица, которые получают пенсии, либо пособия, которые они получают при рождении ребенка, либо за воспитанием ребенка. Пенсионеры и граждане, получающие пособие, но не имеющие имущество, могут подать заявление на внесудебное признание банкротом через год после начала принудительного взыскания долга, а другие категории через 7 лет. С начала ноября планируется вернуть обязательства по установке антиблокировочных систем, производимые в России автомобили. 29 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации ТСЖ и ЖСК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствии с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Согласно документу, и внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация газораспределительная. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Сейчас трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой – от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Но озеленение позже восстановят после производства всех работ. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин, например, с безымянки до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Эта профессия одна из самых востребованных на любом производстве. От квалификации электромонтеров зависит не только стабильная работа предприятий, но и безопасность людей на особо важных объектах инфраструктуры городов. Это и теплоэлектроцентрали, и электростанции, и заводы. Каждый год компания Т-Плюс проводит профессиональные соревнования среди электромонтеров, работающих в разных регионах России. В этом году, традиционно в Самаре, за звание лучшего специалиста борются участники из 12 филиалов энергокомпании. Наша съемочная группа побывала на открытии соревнований. Михаил Мишушин в профессии уже больше трех лет. В этом году ему выпала честь представлять самарский филиал компании Т-Плюс на соревнованиях в профмастерства. К выступлению готовился основательно. Помогали коллеги со станции, которые уже становились лучшими по профессии. Все испытания будут пройдены на 100%, уверен Михаил. Здесь нет легкого, тяжелого. Здесь надо к всему подходить спокойно, как говорится, с головой. И тогда будет результат. Если запаниковать, результата никогда никакого и не будет. Как и в нашей профессии. Лекарь должен быть всегда спокойный. Этапы проходят в Самарском учебно-курсовом комбинате. После жеребьевки участники отправляются на испытания. Предстоит пройти шесть этапов. Проверяют как знание нормативной базы и правильной эксплуатации оборудования, так и умение ликвидировать нештатные ситуации. Один из самых волнительных этапов – оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Наши работники, они все грамотные люди, все обучаемые. Поэтому, естественно, мы для них каждый Новый год приносим, производим какие-то сюрпризы, которые они еще не знают. Чтобы они не привыкали, так сказать, к обыденности, а были готовы ко всем неприятностям, которые возникают, чтобы как можно быстрее их ликвидировать. Победители соревнований получат шанс представлять компанию «Т-Плюс» на всероссийских соревнованиях. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сегодня стартовал третий федеральный этап конкурса Народной участковой МВД России. Эта масштабная акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции. Конкурс стал ярким примером взаимодействия органов внутренних дел и граждан в оценке работы участковых. От Самарской области бороться за звание лучшего участкового страны будет старший лейтенант полиции Виталий Михайлин. Офицер служит в Кировском районе Самары. Его в лицо знают не только коллеги, но и многие жители микрорайона, где он работает. А это участок, где проживают почти три с половиной тысячи человек. Вверенная ему территория – это спальный район. Для жителей здесь важны тишина и покой. Виталий Михайлин решил стать участковым, чтобы первым приходить на помощь. В мои обязанности входит пресечение преступлений, пресечение административных правонарушений, профилактика на административном участке. Ну а также беседы постоянные с гражданами, с профилактическим элементом, с гражданами, которые неоднократно судимы. Проголосовать за участкового Виталия Михайлина можно с 1 по 10 ноября. Под грифом «Совершенно секретно» в 49-й Самарской школе открылся музей военной контрразведки памяти героя Великой Отечественной войны Константина Стычкова. Еще при жизни ветеран был внесен в Книгу рекордов России. Школьный музей наполнили уникальными экспонатами, которые собирались усилиями ветеранов ФСБ, юнормейцев, руководством школы и общественниками. Ольга Павлова подробнее. Его любили близкие педагоги, коллеги и друзья. Но особенно его любили дети за доброту, чувство патриотизма и героические подвиги, проявленные в боях. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Стычков служил в контрразведке СМЕРШ, прошел Курскую битву. Увековечить его память, открыв Школьный музей контрразведки, решили в 49-й Самарской школе. Дети очень впечатлены, потому что многие вещи, которые мы здесь рассказываем, они вообще никогда и нигде не слышали. Когда они узнают о подвигах этих людей, что они сделали для нашей страны, они невольно проникаются тем, что они тоже могут что-то сделать для своей Родины. Школьный музей контрразведки под грифом «совершенно секретно» наполнили уникальными экспонатами, которые собирались усилиями ветеранов ФСБ, юнормейцами, руководством школы и общественниками. Это колоссальный материал, которого зачастую не найдешь в учебниках, который не найдешь в эциклопедиях, потому что многие участники технических событий передают, делятся реликвиями. Очень приятно, что такая работа имеет широкую преемственность. Я очень рад за коллектив, за детский, за педагогический. И уверен, так сказать, данный музей будет востребован. В завершении торжественной церемонии открытия музея к памятной табличке героя войны Константина Стычкова, собравшиеся, возложили цветы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. В Самаре отметили 105 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Для гостей праздника приготовили праздничный концерт. А также для участников специальной военной операции отправили гуманитарную помощь. Ксения Баканова продолжит. Дружба, взаимопомощь, активная жизненная позиция, чувство долга и стремление к победе. Всему этому Сергей Елхимова научил комсомол. Мужчина говорит, сегодня о том далеком времени ему напоминает комсомольский билет. Документ хранится дома. И даже в мыслях не было его сжечь или выкинуть. Ведь память о той эпохе живет в его сердце. С 1984 года я вступил в ЛКСМ, был активным комсомольцем, активистом, бюро, был институтом, райкома. Билет поэтому сохранил. Комсомол, как говорится, прекратил свое существование. Это наша история, это моя биография. Куйбышевская молодежь помогала поднимать страну. Жигулевская ГЭС, ВАЗ, нефтехимические и металлургические заводы и фабрики. Все это было построено руками комсомольцев. 105-летие в ЛКСМ отметили в Доме офицеров Самарского гарнизона. Бывшие комсомольцы и сейчас занимают активную жизненную позицию. Для участников специальной военной операции они собрали гуманитарную помощь, а также письма школьников. Перед зданием стоит три фуры на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Оборудование, отопители, утеплители, пленка, защитное питание, подарки от родных и близких участников СВО от Самарской области. Сегодня мы еще раз покажем жизнь комсомола прошлых лет. Сегодня мы увидим, как живет сегодняшнее молодежное обетенение. И одним словом, это будет праздник, это будет учеба, это будет встреча друзей. Помимо бывших комсомольцев, гостями праздника стали те, кому они передают свои знания. Представители Самарского союза молодежи, студенческих отрядов, волонтеры Победы. Для них приготовили насыщенную культурную программу, выступление творческих коллективов и показ документального фильма. Представители старшего поколения вспоминали свою комсомольскую юность, пели песни под гитару и аккордеон. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Почетным знаком губернатора Самарской области заслужение людям наградили тех, чья жизнь была тесно связана с комсомолом. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Песни, которые западают в душу. В Самарской библиотеке номер 23 отметили столетие советского поэта Николая Константиновича Доризо. Многие его стихи были положены на музыку и сегодня знакомы практически каждому жителю страны. На творческом вечере побывала Светлана Кудрявцева. Песня «От людей на деревне не спрятаться, Не от секретов, где я вне у нас, Не сойтись, разойтись, не сослабкаться, В стороне от предирчевых глаз». Песни, которые знают и любят, несколько поколений. Стихи к ним написал известный советский поэт и драматург Николай Константинович Доризо. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Узнать о творчестве автора, о судьбе киношлягеров и послушать любимые песни самарцы смогли в библиотеке номер 23, где состоялся творческий вечер памяти поэта «Спасибо, песня, что вам нет» и прозвучало. Николай Константинович, он писал стихи к песням, которые звучат более в 40 фильмах. И он вкладывал душу в свои произведения, что его творения сразу же становились народными. Песня на стихи Николая Доризо исполнила солистка Самарского театра оперы и балета Наталья Бондарева. Такие песни, во-первых, они к нам пришли из того времени, когда и мелодии, и музыка были настолько пропитаны какими-то национальными колоритами. Стихи были настоящие про любовь, про смысл жизни, про то, что сегодня немножко растерялось. А тогда, знаете, были такие вот настоящие зерна того, что человек действительно переживает. Эти песни, они прекрасны еще тем, что их можно петь в одиночестве, можно петь за столом с друзьями. Подпевали гости и в этот раз. Когда он взлет с семьей, Печальная история, На от себя любовь хожу, От него церковь есть. Мы проводим очень много массовых мероприятий. И вот различные творческие встречи, различные вечера портретов, как сегодня посвященные Доризо. Народ тянется в библиотеке, народ интересуется тем, что происходит, как живет библиотека. Они просто здесь расслабляются и отдыхаются. Стараясь не пропускать, в этой библиотеке, честно говоря, все время происходят какие-то интересные вещи. То есть после них становится, в общем-то, интереснее жить. Узнать о дальнейших творческих встречах, познакомиться с книжными новинками и просто почитать интересные стихи можно на странице библиотеки ВКонтакте. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Город Добрых Дел. Под таким названием в Самарском литературном музее прошел мастер-класс для школьников. Какие добрые дела учились делать дети и что из этого получилось, далее в нашем репортаже. Ученик третьего класса Ваня Исаев, частый посетитель Самарского литературного музея. Рассказывает, здесь не только можно побывать на экскурсии, но и изготовить поделку. В этот раз он пришел на мастер-класс «Город Добрых Дел», где вместе с другими ребятами сажал в импровизированное кашпо семена кориандра. Мне понравилось, получилось довольно неплохо. Я его назвал Бобик. Он, если бы был человеком, стал бы художником. Во время мастер-класса детям рассказали, как ухаживать за растениями и бережно относиться к природе. «Город Добрых Дел» – это серия активностей для детей, которые несут в себе практическую, творческую и экологическую составляющую. «Занятия такого плана для совсем маленьких детей, они в первую очередь связаны с какими-то добрыми делами. Поэтому и «Город Добрых Дел», потому что каждое занятие будет связано к уважительному отношению к природе. Вот на прошлом занятии мы занимались переработкой, то есть они все какие-то немножко с такой социальной направленностью». По мнению родителей, которые приводят детей на занятия в Самарский литературный музей, это место располагает к творчеству и пробуждает интерес к культурным ценностям. «Это не просто обучение, когда их информируют, о чем-то знания передают, а вот это особая атмосфера старого дома. Для детей мало где можно найти такую атмосферу, где бы они вот эту старую Самару впитывали. А тут еще все сопровождается полезными делами и действительно обучающими программами». Музей анонсирует новое мероприятие под названием «Таинственная усадьба». Посетителям расскажут историю здания с деталями и таинственными подоплеками. Галина Топилина, Константин Головин. События. Самарские крылья Советов завершили выступление в Кубке России по футболу поражением от питерского «Зенита». А вот Тольяттинский «Акрон» все еще имеет шансы повторить прошлогодний успех в этом турнире, а также забраться еще дальше и выйти в финал. Об этом, а также о победах хоккеистов и баскетболистов расскажем в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов не смогли закончить выступление в Кубке России по футболу на мажорной ноте. В матче последнего тура группового этапа пути РПЛ, который для самарцев не имел турнирного значения, волжане на выезде играли с питерским «Зенитом». Команда из Северной столицы боролась за первое место в группе, но, несмотря на это, начало матча осталось за гостями, которые имели несколько хороших моментов. Потом игра выровнялась. Обе команды могли открыть счет, но сделали это питерцы. Сергеев на 87-й минуте забил своей бывшей команде. 0-1, поражение Крыльев, самарцы в этом сезоне в Кубке России больше не сыграют. А вот другая команда Самарской области, «Акрон» из Тольятти, еще сохраняет шансы побороться за кубок. В четвергом предстоит сыграть матч в пути регионов против Астраханского Волгаря. К этой игре тольяттинцы подходят в хорошем настроении. В первой лиге они на выезде одолели «Саратовский Сокол» 1-0. Благодаря этой победе команда вернулась на первое место в турнирной таблице. Будущие же соперники провели семь встреч, одержали по три победы и один раз сыграли в ничью. Теперь паритет между «Акроном» и «Волгарем» точно будет нарушен. В кубковой встрече ничья не предусмотрена. Хоккеисты «Лады» возглавили таблицу Восточной конференции в КХЛ. У тольяттинцев сейчас очередная серия из семи матчей с набранными очками. Накануне автозаводчане на домашнем льду переиграли «Адмирал» из Владивостока. Хотя после первого периода в матче лидировали гости, но затем хозяева переломили ход встречи и стали больше атаковать, что вылилось в три заброшенные шайбы. Последнюю отправили в пустые ворота, когда гости пытались сравнять счет, использовав дополнительного полевого игрока вместо вратаря. 3-1 победа «Лады». Администрация Куйбышевского района Самары напоминает, что сейчас в самом разгаре сезон вирусных и респираторных инфекций. Поэтому не стоит забывать о профилактике и мерах предосторожности. В инфографике сегодня первые симптомы болезни и рекомендации при их возникновении. При заражении нужно соблюдать постельный режим, пить побольше жидкости, к примеру, чай, минералку, клюквенный или брусничный морс. А в ожидании врача закапать в нос сосуды суживающие средства, а также выпить жаропонижающие и обезболивающие препараты. Администрация промышленного района обращает внимание на проблемы наркомании. Важно уделять максимально возможное внимание профилактике пристрастия подростков к наркотикам. В последнее время наркомания значительно помолодела. Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне от 16 до 18 лет. По статистике, 60% страдающих наркоманий – это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Бывают случаи при общении к наркотикам 6-7-летних детей. Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов широкой общественности. Администрация Красноглинского района Самары разместила информацию для потребителей газа. Изменились требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутри домового и внутри квартирного газового оборудования. Теперь обслуживать газовое оборудование могут только те организации, которые являются газораспределительными, то есть осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутри домового газового оборудования. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok